Я родился в НАУ. Праздник под таким названием открыл эстафету массовых гуляний, посвященных Дню образования НАУ и Дню нефтяника. Этот блок организаторы праздника посвятили чествованию юных жителей округа, участникам интеллектуальных и творческих конкурсов. Впрочем, интересно и весело на празднике было всем. Начался праздник с торжественной церемонии вручения губернаторам свидетельства о рождении детей, которые появились на свет в День образования округа. В День образования нашего округа, 15 июля, в этом году на свет появились 4 малыша. Трое в городе, один в поселке Амдерма. Счастливые родители из руководителя региона Игоря Кошина и председателя собрания депутатов Анатолия Мянтина получили памятные подарки. Также подарки в День рождения округа достались и окружным школьникам, участникам Декады знаний. В рамках Декады проводилась викторина «Мой родной НАУ». Одним из победителей стал пятиклассник искательской школы Владимир Миронов. Ты мне сейчас сказал, что очень было волнительно подниматься. Да, да, очень. Да, было очень волнительно, потому что первый раз поднимаешься и в таком окружном конкурсе выиграть, это очень сложно. Не передать эмоциями. Ты осознаешь, что станешь победителем? Ну, у меня были, мне говорили, зауч говорил классный руководитель, что были большие шансы. Потому что окружной школьный тур был очень легкий. Это как семечки для меня были. А потом только окружной для меня так под сомнением был. Потому что там один вопрос был очень сложный. Не ожидала победить в конкурсе рисунков «Лукойл в моей жизни» ученица седьмого класса школы номер пять Елизавета Смольникова. Что налисовало? Ну, нефтяника. И там были дальше здания, которым они помогли финансово. А ты любишь свой округ? Да. А за что любишь? Ну, тут красивая природа, тут очень длительная зима, а зима – это мое любимое время года. Тут есть олени и мороженое. А что можешь пожелать? И даже не могу скажите, чтобы округ процветал, и не было проблем с коммунальными, с коммунальными студами. Пока Елизавета Смольникова, Владимир Миронов и другие одаренные ребятишки получали свои заслуженные награды, юные и взрослые жители округа осваивали творческие площадки праздника. Мы находимся в самом эпицентре праздничных событий. Надо сказать, что в этом году организаторы особенно постарались. Все площадки они разделили на три тематические зоны. Это арт-галерея, ресторанный дворик и детский городок. Богатый ассортимент площадок не давал скучать многочисленным гостям. В этнографические игры с удовольствием играли и взрослые, и дети. А как игра называется правильно? Вот это сама игра «Тепка», деревянный гвоздь, да. Значит, мы берем либо по одной, либо по две. Если останется, например, я взяла, да, например, я взяла три штучки, а осталась одна, значит, я получаю шалбан. А сколько уже кто шалбанов заработал? Я один уже заработала. А вы сколько? Нисколько. Еще одна забава, которая пользовалась спросом – игра в косточки, поймая оленя. Покажи, как вы делаете. Это нужно будет целиться прямо в косточку. Опа, молодец. Раньше дети в чушь играли в такие игры. Олени в косточки хранили в мешочке специально. Они очень долго, можно было их играть. И они даже становились гладкими, как будто лаком покрытые. И дети играли много разных игр в косточки. А вот сейчас мы играем, просто ставятся олени. И вот два оленевода, которые выбивают их. Кто больше выбьет, тот победил. Было много желающих сыграть и в старинную русскую народную игру «Веревочка». Правила ее очень простые. А для игры необходимо простейшее оборудование – веревочка, связанная в кольцо. Нужно сделать ладошки, надо засадить ладошки. И самое главное, чтобы веревочка на землю не упала. После детского праздника «Я родился в НАУ» эстафету принял концерт «НАУ. Дружная семья» с участием московского ансамбля «Ансар». Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».